вот она стояночка которая сейчас пока еще бесплатная в эмеретинке в районе екатерининского квартала и поставить машину уже негде а все почему потому что уже практически пляжный сезон начинается начинается пускай даже не сильно купальный сколько уже многие гости наш нашего города приехали отдыхать отдыхать и позагорать 25 градусов у нас бортом то есть светит солнышко нормальная ясная погода но так как сейчас я собирался ехать освещать для вас коттеджный поселок который называется синара мы с вами проедем через эмеретинку веселая по дороге расскажу вам так сказать о месте достопримечательности об инфраструктуре и поговорим конечно же о ценах потому что когда я показываю какие-то из вариантов тоже гуляет весело это так то это вот улица такая ты находится да не все понимают эту локацию где это расположено и конечно же когда пальчиком показываешь вон там школа вон там автобусная остановка не видят же люди какие тротуары где какие магазины что рядышком сколько это времени занимает и вот вы сейчас сами это все посмотрите вот находимся мы сейчас в екатерининском квартале то есть это эмеретинка это вот все корпуса это у нас апартаменты которые сдаются в основном как бы как гостиницы да какие-то из вариантов здесь бывают по продажам но стоимость за квадратный метр чтобы понимали таких апартаментов в районе 200 тысяч за квадрат естественно она меняется в зависимости от площадь чем меньше площадь тем выше цена ну и конечно же какие-то виды если на верхних этажах тоже меняется посмотрите какие классные у нас виды на заснеженные горы горы уже абхазии вот мы находимся рядышком с границы абхазии вот и вот этот абсолютная равнина очень ценится вот вы видите на ваших экранах вот эти вот дома я как-то один раз показывал сколько они стоят то есть практически вот эти совсем маленькие они вообще ничего не стоит стоит земля меньше 30 миллионов здесь домов просто нет поэтому это считается как рублевка на ваших экранах вы видите жилой комплекс фигурный который уже весь раз продан там последние продажи были по 160 по 170 тысяч вот и если мы сейчас с вами прошлись бы прямо не проехать потому что здесь перекресток то у нас здесь есть магазин торговый центр подкова пятерочка и магнит то есть торговый центр подкова там где все для ремонта можно купить об этом говорил уже вам показывал вот как-то мы даже с андреем шахтером покупали там ему какой-то сантехнику я заходил все показывал все показывал как что есть но мы с вами сворачиваем стороны улице урожайной также здесь очень удобная развязка транспортная выезд на улице насыпную которая может вас без пробок доставить до улицы уже ленина там уже в сторону сторону уже сочи либо там хосток куда вам надо вот этот поворот направо впереди у нас с правой стороны жилокомплекс урожайный а вот с левой стороны где краны стоят наверное заметили или нет не знаю это жилокомплекс фрукты что касается жилокомплекса фрукты уже ценник там на маленькие площади вот 107 тысяч рублей и это только первый этаж и это только стройка по фс 214 надежная вроде как стройка с документами но два года ждать и мы прекрасно знаем какие бывают задержки сдачи комплексов такого уровня но дай бог что все было хорошо мы едем дальше по улице урожайной и на ваших экранах с правой стороны жилокомплекс называется уютный вот с этой коричневой крышей цена там сто четыре тысячи он пока еще не сдан будет статус жилого помещения и сразу за ним рядом жилой комплекс микроян то есть вот в этой локации так сказать ну практически вот он на ваших экранах был там цена уже от ста пяти тысяч за квадрата такое ценообразование в данном районе казалось раньше что таких цен ну вряд ли когда-то будет были такие варианты даже с ремонтом с правой стороны подожди маша с машей тут едем с правой стороны у нас школа сотая и садик и поликлиника это достаточно хорошая школа работает она в одну смену были разговор о том что же да подожди маша были разговоры о том что школа как бы не хватит мест но она работает пока в одну смену то есть в теории можно создать две смены и загрузить ее по полной программе то есть достаточно хватит конечно же квартальные застройки жилого комплекса фрукты добавят жителей до нового меритинке строят школу и садик и я думаю что не без их участия с левой стороны у нас есть такие вот домики наверно плохо будет у вас видно но в общем здесь строится жилой комплект богем они не сданные еще но ценник уже на маленькой площади около ста тысяч за квадрат вот с левой стороны вот этот желтенький я освещал это ну как без названия на мира 12 да и там статус жилого помещения ценник 120 тысяч по моему до 120 и 130 тысяч за квадратный метр тоже маленький площадь вот тут в этой локации прям настолько как бы вот ценится что уже перевалило за 100 за 100 да это у нас пока взяли машине не перевивают собьюсь вот мы двигаемся по улице мира вот здесь уже получается немножко как бы ценник становится более бюджетным немножко подальше мы отодвигаемся от инфраструктуры вот море естественно и чем дальше тем более доступны и становится у нас жилье и какие-то живые комплексы хотя они тоже очень быстро раскупаются то есть несмотря на то что вроде казалось бы здесь вокруг один частный сектор но здесь зато равнина равнина с центральными коммуникациями газовую трубу вы видите по дороге да то есть здесь газифицирован газифицирован район здесь центральная канализация центральная канализация они на локальные какие-то очистные сооружения и это привлекает народ приобретать здесь жилье вообще конечно с утра здесь бывают пробки об этом многие комментаторы пишут я не против я не могу здесь 7 утра просто заснять вам эту пробку потому что с утра я езжу садик с машей отвожу ее и поэтому ну как бы мнение есть такое что здесь заторы но затора у нас сейчас пик во многих район в том числе и как бы и гостеллы в центре адлера поэтому я не удивляюсь туда здесь по такой дороге достаточно большое количество так сказать жилых и комплексов и частного сектора конечно всем с утра надо куда-то ехать на работу и так далее обратите ваше внимание с левой и с правой стороны это жилой комплекс веселая и violet 3 с правой стороны violet 2 сданы уже с левой стороны все комплексы распроданы вот в этом комплексе который на ваших экранах с правой стороны на первом этаже предложение по 75 тысяч рублей сзади него еще один корпус строится там цена 67 и кому необходимая информация спрашивайте я вам скину в личку вот начинаю только строится это статус будет жилое помещение квартирников больше на таких землях не предназначенных для строительства многоквартирных домов уже не будет все только жилые помещения только три этажа мы с вами также видим вот этот комплекс называется он на садовой там тоже есть предложение от инвестора по 75 тысяч можно за 2 миллиона 700 тысяч с газом уже приобрести 34 квадратных метров полноценная однушка полноценная однушка на причем это будет пятый этаж это даже с лифтом с парковкой в принципе очень хороший комплекс часто я его показываю в обзорах как более доступное жилье со статусом квартиры со всеми центральными коммуникациями то есть газом и отоплением большой парковкой при домовой территории на ваших экранах с левой стороны у нас жилокомплекс династия достаточно давно уже построен то есть порядка уже наверное второй год ждут документов вроде как там все положительно сейчас происходит скоро они должны получить в летом документа вот сзади него уже жилокомплекс династия плюс в общем в этих комплексах есть предложение начиная от двух миллионов рублей ну в районе что-то от 85 тысяч за квадрат но рядом здесь магазин магнит это принципе тоже удобно и автобусный маршрут здесь кстати тоже ходит но мы двигаемся с вами дальше в сторону нижней шиловки здесь этот микрорайон веселый уже практически заканчивается но тем не менее во чтобы говорят про стоимость земельных участков то есть данные данные локации они не из дешевых порядка где-то даже до миллиона рублей даже вот в этом в этой отдаленности все равно около дороги где-то они так стоят поэтому лелеет надежды что здесь вот прямо кусочек земли там вот три автобусные остановки 4 там до школы я куплю за миллион рублей участок целый нет нас не получится к сожалению тут ценники гораздо дороже вот он принципе заканчивается уже микрорайон веселые переходят переходит он плавно в район нижней шиловки вот что там находится да там в основном уже частный сектор там в основном коттеджи то есть панорамные виды он достаточно большой этот район нижней шиловки вот и с разными ценообразованиями то есть где-то у дороги может быть стоит там 500 сотка земли где-то может и 300 все зависит от самого участка то есть вот в площади в первую очередь и от видовых характеристик вот вы видите на ваших экранах какие потрясающие просто виды на заснеженные горы рядом проходит река река недалеко как бы отсюда но здесь этот район прям чтобы что-то затапливал такого нет поэтому тот хочет может на речку ходить отдыхать там шашлыки жарить это тоже в принципе возможно вот мы грубо говоря от моря проехали там 11 минут до не спеша и мы уже подъезжаем к месту где располагается коттеджный поселок синара чуть дальше сейчас пропустить вот там что касается предложение стоимость за семь с половиной миллионов рублей можно 140 квадратных метров приобрести готовы уже коттедж с тремя с половиной сотками земли много земли здесь не будет естественно все застройщики пытаются максимально застроить свой земельный участок разделить на какие-то площади да можно выгоднее вот мы сюда с вами сворачиваем подъезд принципе нормально ну то есть понятно что не на феррари вы тут проезжаете да но вот на легковой машине мне не внедорожник я спокойненько по вот этой дороге проезжать тем более вот совсем недавно ее подсыпали немножко подровняли были такие вот и на эти ямочки которые немножко как бы сгладили это все обязательно смотрите следующий обзор то есть по коттеджным поселку синар который ранее был шесть с половиной миллионов рублей а теперь поднялась цена аж за семь с половиной то есть на миллион рублей стали дороже предложение но тем не менее все равно это интересно потому что подъезд отличный можно подъехать на легковой машине а также с хорошими там видовыми характеристиками небольшой такой клубные получается коттеджный поселок состоящих из по моему пяти домов все всем желаю хорошего настроения приезжайте в сочи всем пока